Здравия желаю! С вами Коммандор Вэлл в неком оперативном обзоре или кайде, или можно это назвать даже подкасте, не решил как это точно пока обозвать, по мероприятию, событию или лучше сказать ивенту в игре Genshin Impact под названием Hekunin Iki, которая началась 18 марта и закончится 28 марта, всего 10 дней, ну чуть даже можно сказать поменьше. Вот, для принятия участия, как пишут, нужен 30 ранг приключений, ну вроде так оно и есть, и выполнить задание Архонтов побег с острова Рита. Это самое первое задание, выполняется легко, сделать не сложно, и соответственно для того, чтобы вы могли участвовать во всяких крутых ивентах, получать примасы, то лучше всегда, конечно же, как я выбрал стратегию, это быстро развиваться. Первый, а то и лучше 2 месяца, очень активно играть, как только вы пришли в Genshin, если он вам понравился, вы хотите в нем тусить, то чтобы не донатить, то нужно развиваться, как можно быстрее получать ранги приключений. По многим основаниям, и здесь, кстати, это основание будет очень сильно отражено, но помимо того, чтобы для принятия нужно принять участие в этом ивенте, нужен определенный ранг приключений. Вот, если что, на всякий случай поясняю, что на карте он где-то вот здесь будет, этот персонаж, который выдаст вам квест и вообще возможность посетить потом этот остров. Ну, я думаю, ну, на всякий случай, ладно, окей, скажем, что вот здесь вот есть задание, еще раз помедленнее, вот тут вот, задание. И вот здесь должно у вас будет как раз появиться синенькое задание, которое как раз-таки вам откроет сюда в итоге портал. Надо будет только вот с этим парнем поговорить. Вот, теперь конкретнее по событию, что оно из себя представляет. Ну, это что-то вроде Mortal Kombat, но все-таки, ладно, не Mortal Kombat, просто арена, где вы должны будете составить некие отряды. В общей сложности вы, кстати, получите 420 примасов. Самое вкусное, это первая награда, ее получить, на мой взгляд, не очень сложно. И еще очень желательно вторую взять. И, между прочим, можно, ну, конечно, лучше всего было бы вообще самое кайфовое, это набрать максимум и руду получить. Но руду, по крайней мере, легко можно набивать. Это не такая уж и большая проблема, если честно. А вот возвышение оружия, материалы, это требует смолы. Следовательно, а так как смола реально ценный ресурс, а руда это так себе. То сильно, если вы не можете набить 2000, не стоит париться по этому поводу, честно говоря. Теперь, что еще-то важно понимать, это вот здесь вот есть множитель очков. Естественно, лучше всего ставить на максимум, потому что на двоечке очень сложно набрать 2000. Но лично мне было сложно. Только на четверке это у меня получалось. Ну, сколько у меня сейчас вот там рекорды. Я не особо, между прочим, запариваюсь на этот счет. Мне главное награду. Ну, кому-то хочется, тот пусть и парится. Вот. И на набор очков только вот этот множитель играет, между прочим. Это я проверил, потому что думал, может быть, там от боевого порыва это зависит. Не-не-не-не, не зависит от него. Или там за время, или там за как-нибудь, если вы красиво поубиваете быстренько мобов. Не-не-не-не-не, чисто очки. И там вот четко, сейчас посмотрим, четко написано, сколько очков дают за моба. И вот они просто потом перемножаются на вот этот множитель. Все. Только так эти очки получаются. Далее. Есть еще боевой порыв. В общей сложности он дает процентов 10, может быть, 20 процентов к урону. Ну, или там к силе атаки. Я не посмотрел, что конкретно. Ну, так. Тестировал, смотрел через Ганьку и некоторых других персонажей. Урон там увеличился несущественно. 10-20 процентов. Получается, он в том числе, если вы даже бегаете. Ну, по крайней мере, меняете отряд вроде, если поменяете. То он быстренько накапливается. И в том числе, вроде бы, за убийство мобов. Поэтому, естественно, надо будет убивать мобов. С этим, я думаю, вопросов не возникнет. Теперь далее. Если, допустим, у вас мусорная пачка, то вам дают пробных персонажей. Причем у этих пробных персонажей здесь не написаны... Вот, вы можете, конечно, выбрать просмотр и увидеть, какие у них таланты. Но проблема в том, что, например, у Аяки там артефакт... Забыл, как этот сет называется. В общем, на криты под заморозкой. Под фриз пачку. Соответственно, это очень сильно меняет геймплей. И ее нужно, получается, либо... Ну, я по приколу отчасти поставил. У меня тут свои есть заморочки. Но на самом деле ее можно, соответственно, делать как в ударную группу. Она ведущей. С ней ставить, например, Барбару. Но так как Барбара может быть не качаная, и ее могут очень быстро убить, если она у вас не качаная, то это будет проблема. И она останется одна. А лучше всего, между прочим, как составлять отряд? Первые три отряда, лучше первые два, должны быть самыми сильными. Почему? Потому что они первыми вступят в бой. И пока вы будете менять... А менять вам придется отряды, потому что где-то там по истечению 25-30 секунд ваши парни и девушки, ваш отряд, ваши бойцы будут наносить... Типа устанут и будут наносить по где-то единице урона. В том числе ультами. Что, естественно, адская боль. Следовательно, менять придется. И для того, чтобы... Так как первые отряды чем ближе к единице, тем чаще он будет, получается, выпадать. Следовательно, первые отряды и должны быть самыми мощными. А если у вас нет нормальных пачек, но у меня тоже не самое лучшее, ну, почти собрано пачкой под бездну и под все остальное, то их нужно кидать в самый низ. Потому что их цель будет, главное, выжить и быстро, например, сменить отряды. Хотя за счет там навыков можно кое-какие вещи творить, но это слегка другой вопрос. По доктрине объяснил. Теперь по поводу, опять же, навыков и почему здесь большой просто объем тактик и стратегий. Помимо того, что можно Барбару подставить, чтобы получилась фриз-пачка. Либо еще какая вариант. Какой вариант. Есть такой интересный секретный прием. Вот. Белые гребни волн. Который дает вокруг тебя, начинает взрываться область, наносит определенный урон и дает как раз таки гидро урон. И гидро-статус присваивается. Следовательно, вы можете поставить, получается, на этот навык и просто на Аяку. И к ней любого другого персонажа. У читовика. И таким образом она и так будет всех фризить. Идеально. Вот. Но это если нужно как-то распределить бойцов. Но я поставил так. Тут, повторю, конкретную тактику очень сложно разобрать. Либо это нужно на определенную... Если вам нужны будут гайты, можно. Я могу их составить. Посоветуюсь с людьми умными. Вот. И на конкретную... На конкретный этаж. На конкретные... На конкретные испытания. Можно будет составить. Хотя вот универсалка, ну, примерно вот так вот она выглядит. Не самая лучшая. У меня, в части, она основана на моих понятиях. Как должна выглядеть пачка. И повторю, стратегий очень много. Выбирайте сами. Читайте. Все, в общем, мне кажется, понятно. И даже, может быть, я подобрал не самую лучшую стратегию. Не самую лучшую тактику. Но более чем получаю нужное количество очков. И могу забрать все награды. Поэтому, мне кажется, это не особая проблема. Но если надо, организуем. Ну, примерно как-то так. Вроде только вот не пояснил. Вот в чем, да. Слегка так ускользнул на эту тему. Так вот, просмотр подробностей здесь не показывают артефакты. Поэтому вам сначала надо будет, по сути, зайти, посмотреть, какие артефакты на персонажах, и тогда пересобрать пачку. В зависимости от этого. Да, это может очень сильно повлиять на вашу тактику. Вот, изменить ее. И вроде бы тоже не сказал, что по тестам. Да, вроде не сказал здесь. Просто перезапись сделаю. Кое-где там косякнул. Так вот, фишка в том, что даже на 30-м ранге какой-нибудь лажбанчик может вот этими вот пробными персонажами. Я чисто ими воевал. Взял три отряда для вас, поэкспериментировал. А остальные чисто бегали по полю, чтобы не набивать очки. И вот этими пробниками я смог набить полторы тысячи очков. Следовательно, никаких, я думаю, особых проблем с достижением нужного уровня очков. Это первый и второй уровень. Для того, чтобы получить самые вкусные награды, я не вижу. Вот. Но если надо, тогда сделаем. Ну, примерно как-то так. Надеюсь, было познавательно и интересно.